Трамп решил отменить льготы в торговле с Индией и Турцией. Трамп решил отменить льготы в торговле с Индией и Турцией. 6.3 Москва, 5 Мария Новости Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией. Соответствующее уведомление он направил в Конгресс. Решение отменить льготы для Индии в рамках системы тарифных преференций. GSP Глава Белого дома объяснил тем, что Нью-Дили не дал гарантии предоставления американским компаниям равного и разумного доступа к индийским рынкам. Льготный режим торговли с Турцией Трамп намерен отменить на основании уровня экономического развития страны. По словам американского лидера, за последние 45 лет, в течение которых действовали льготы, турецкая экономика заметно укрепилась и диверсифицировалась, вырос уровень доходов населения, снизилась бедность. 2 марта, 2.38. Трамп потребовал от Китая немедленно снять пошлины на сельхозпродукцию. Влияние решения Трампа на экспорт Индии и Турции. Решение может серьезно повлиять на поставки товаров из Индии в США, которые являются главным направлением индийского экспорта. 15% всех поставок за рубеж. С другой стороны, по данным аналитиков Массачусетского технологического института, США получают из Индии лишь около 2% своего импорта. В 2017 году индийские поставки в США составили более 44 миллиардов долларов. Для турецкого экспорта решение Трампа также несет негативный эффект. По данным аналитиков, Соединенные Штаты шестое по значению направления турецкого экспорта, Турция направляет в США 5,3% своих товаров, 8,7 миллиарда долларов в 2017 году. При этом США получают из Турции лишь 0,4% своего импорта. Всеобщая система преференцию в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран. 1 февраля, 12.06. ЕКУ введет защитные меры по импорту стальной продукции на фоне пошлин США. Протекционистская политика Трампа. США при президентстве Дональда Трампа ввели заградительные пошлины на импорт целого ряда товаров из различных стран. Так, в прошлом году США повысили тарифы на ввоз стальной и алюминиевой продукции из Европы. В ответ Еврокомиссия летом ввела так называемые меры ребалансировки дополнительной пошлины в 25% на импорт в Евросоюз с определенных товаров из США общей стоимостью около 3 миллиардов евро. В сентябре Вашингтон также ввел 25% е-пошлины на импорт из Китая на сотни миллиардов долларов в год. Пекин в ответ объявил о введении пошлин в размере 10% на СПГ из США. После очередного раунда китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли, прошедших в Вашингтоне с 21 по 24 февраля, Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары. Вчера, 16-1 на кону стоит слишком много. Экономисты о переговорах США и Китая и США и Китай перешли к финальному этапу консультаций по вопросам торговли, сообщили СМИ. Первый замодекана факультета мировой экономики и мировой политики в шее Игорь Ковалев в эфире радио «Спотник» предостерег от чрезмерно оптимистичных ожиданий от переговоров.